А бывает ли у вас так? Привет! С вами Алена Самсонова, практикующий психолог. Вы на канале практической психологии. И сегодня мы говорим о ненависти к своим родственникам. Бывает ли так, что именно вы встречаетесь с тем симптомом, в котором вы обнаруживаете, что ненавидите свою мать, ненавидите своего отца, ненавидите своего супруга? И эти автоматические мысли, если вы у меня неневротик, заставляют вас, гоняют вас в сильную тревогу. Вы запрещаете себе это чувствовать и пытаетесь с этим справиться различными проявлениями зависимого поведения, отвлечением, самоуспокоением. Но это просто так не работает. Почему это не работает? Когда вы обнаруживаете, что ваше глубинное чувство очень сильно, то есть вы ненавидите мать, и вы не можете себе разрешить это чувствовать, вы начинаете подавлять это ощущение, и вы сталкиваетесь с сопротивлением от того, что я не должен это чувствовать, но я сопротивляюсь, и все равно я это испытываю. И получается такая амбивалентность, в которой мало того, что вы страдаете, вы остаетесь в взаимоотношениях, которые иллюзорны, которые имели место быть когда-то, и вы не допускаете возможности свободного существования без них. Если вы встретились с тем, что у вас есть некая ненависть к своему родственнику, к своему близкому человеку, который столько для вас сделал, который пахал для вас все эти годы, который создавал огромную тучу всяких мероприятий для вас, и вы понимаете, что вы благодарны, но сейчас у вас есть ненависть. Возможно, этот человек пил, возможно, он вас бил, возможно, он был доминантным родителем, возможно, он был гиперконтролером и поглощал всю вашу действительность и пытался управлять ею. И когда вы это все осознали, когда вы осознали корни и причины своего беспокойства, когда вы поняли, что у вас есть чувство, реальное чувство отчуждения от него, то здесь важно принять одно решение. Первое – это разрешить этим чувствам быть. Почему это супер важно? Потому что когда вы запрещаете себе какое-то чувство, когда вы запрещаете себе испытывать то или иное проявление своего организма, своей психики, тем самым вы застреваете в неврозе. Вы пытаетесь вытеснить, и это притягивается в вашу жизнь еще больше и начинает вас беспокоить. Если вы образно представляете, что действительно у вас отношения с этим человеком никакие либо хорошие, но вы испытываете к нему вот такое ужасное чувство, разрешите себе быть с этим чувством. И далее следуйте по инструкции, выбирайте схему, схему взаимодействия с этим человеком. Если этот человек важен для вас, и вы хотите сохранить с ним чувства, вам важно руководствоваться правилом номер один – это разъяснение, прояснение и стол переговоров. Вам обязательно нужно заявить о тех чувствах, заявить о неудовлетворенности и о всем том, что сидит у вас внутри, но это очень важно сделать при условии того, что вы понимаете, к чему ваш разговор, что вы хотите получить. Далее, если вы понимаете, что вы не готовы решать, и так бывает, и это тоже абсолютно нормально, вам важно допустить у себя в голове одну значимую вещь – это «я могу разорвать с ним контакты». Если вы действительно проиллюстрировали, вообразили эту схему и ничего, сердце не ёкнуло, делайте это, потому что с каждым днем вы новый, и опыт благодарности вы можете отдать, поблагодарить по-другому. Но выйти из разрушающих отношений вы должны для себя. Если это, предположим, ваша мать, и вы понимаете, что все там 25-35 лет вы прожили в каком-то ужасном состоянии, где была тирания, где был деспотизм, где был гиперконтроль, и сейчас вы сыты, уже сыты по все, по все не хочу, во все уже заговариваюсь, то непосредственно очень важно заявить другому о том, что вы выходите из этих отношений, и тогда схема ломается. Вам не нужно защищаться, вам не нужно применять привычные защитные схемы. Вам всего лишь нужно заявить о том, что вы приняли решение и намерены его сделать. Но в чем тут маленькое загвоздку? Когда вы попытаетесь это сделать, человек, который контролировал вас, человек, который манипулировал вами, человек, который заставлял вас страдать, он будет пытаться вернуть свою модель поведения и вернуть ваши с ним взаимоотношения. Вам нужно четко знать, если вы проговариваете этому человеку о том, что у вас прямо сейчас состоится разъединение, то вы должны делать шаг. Если вы проговорите, но не доведете до конца, то этот человек еще больше укрепится в своем контроле, и еще больше заимеет власть над вами. Как же понять, что вы ненавидите человека? Это очень просто. Вы осознанно садитесь и думаете о нем, что он у вас вызывает, какие эмоции, какие чувства, какие мысли. И если прям белым, по красному ненависть, то это прям такой важный маячок для того, чтобы подумать, насколько вам важно руководствоваться предыдущей стратегией поведения. С вами была Алена Самсонова, практикующий психолог, и сегодня мы разбирали ненависть к своим близким. Желаю вам разрешить свои вопросы. Жду вас в новых прямых эфирах на консультациях и под видео. Запишите, были ли у вас такие случаи, когда вы реально ненавидели кого-то из своих близких.